Здравствуйте дорогие друзья, с вами Арза и после небольшого перерыва мы продолжаем проходить модификацию Диверсант Гибрид, но в данный момент мы играем не в саму эту модификацию, а в её отдельную версию, так сказать. Мы с вами играем в сборку Genesis for SGM, так она называется, так как все сохранения для Диверсант Гибрида у меня слетели, как это ни печально, то есть мы сами, как вы видите, не играем в Диверсант Гибрид, так как нету мода Мизерилайт, нету Кровавой Жатвы и других таких довольно незначительных графических модификаций, улучшающих геймплей, но на сюжетку никак не влияющих. Сейчас мы находимся примерно в том же месте в сюжете, в котором остановились в прошлой 16 серии, которая была уже чуть ли не год назад, ну короче очень давно, и с тех пор я не проходил эту модификацию, но меня вот просили, и сейчас, как и в прошлой серии мы это уже делали, мы взяли задание у подполковника Шульги, который у нас заведует долгом на станции Янов, мы взяли задание на сборщики артефактов. Нужно найти сборщики артефактов, которые, как сказать, потерялись, их нужно привезти обратно на базу, а то ценный груз не достается вовремя. Также у меня еще не выполнено задание Путь в Припять, то есть я еще не был на Юпитере, не обыскивал все эти, не находил документы для того, чтобы Путепровод в Припять открылся, хотя мы тогда играли, у меня все это было открыто, но это все задания, которые я пройду без записи, и они у меня будут выполнены. Также большинство побочных квестовых заданий у меня тоже не выполнено, просто я их не имел возможности, не было времени их проходить, да и я так подумал, что какая разница, буду я эти задания проходить, не буду, все равно на основном сюжете никак не отображается, никакой дополнительной ачивки мы за это не получим. Вот так вот. Основной сюжет мы выполним чуть-чуть попозже, когда выполним задания такие вот, попроще, дополнительные. Также у нас есть еще задание, я сейчас просто вам напомню, у ученых у нас есть задание на биологический материал, нам нужно создать биорадар. Я пока... вот это сообщение здесь приходит, сейчас бы бабу чпокну. Ну ладно, отвлекаемся. И еще у ученых есть одно задание вот у этого персонажа, по-любому у него там что-то есть интересное, туда мы направимся. И еще у нас есть интересное задание у Рассвета, мы же с вами до сих пор состоим в группировке Рассвет, нам бы оттуда выйти. Ну, понятно. Ну, а мы оттуда выйдем из этой группировки чуть-чуть попозже, чуть-чуть совсем попозже, когда выполним все задания на эту самую группировку. Также не удивляйтесь, что у меня... Понятно. Дробовик стреляет патроном 5.56, я просто его унифицировал с вот этой вот... XM-18, XM-8 по-моему она называется, это винтовка, вот. Так, ну, обычные проседания свойственны и диверсант к гибриду. Также у меня полностью улучшена и винтовка. Пока бегаю с комбинезоном Севы, так как он мне больше нравится, чем научный, хотя он и хуже. Также у нас есть еще винторез, я не знаю для чего. Набор артефактов, самый идеальнейший, ну и все у меня улучшено полностью. Не знаю, зачем мне нужен РПГ. Но пусть лежит, пусть будет. Также, как, друзья, вы могли заметить, у нас с вами ранг немного пониже, так как я проходил все достаточно быстро со спаунером, чтобы не тратить свое время. И также вы могли заметить, что у нас нету громовинтореза, громволнорез, да, он, по-моему, называется, который убивает все живое, и поэтому нам приходится довольствоваться винтовками, которые у нас вот есть сейчас. Ну, здорово. Здорово, видали я. Какого охуя ты на связь не выходишь? Да ты не серчай, шульги видать. Можешь ему сказать, что все в порядке. Просто здесь аномальное поле бешено, все частоты глушат. Ладно. Но мне полковник сказал забирать груз и нести его ученым. Да еще проверить, как там твой напарник. Он к плавням пошел. Я там со связью всегда... Я там... А там со связью всегда все в порядке. Возможно, с ним что-то и могло произойти. Насчет артефактов. Коля подполковник приказал, тогда забирай. Только не пытайся с ними скрыться. Постараюсь. Так. Вроде в прошлый раз здесь кто-то был. Но сейчас, как видите, ничего нет. Нам нужно к плавням. То есть в другую сторону. Мы получили с вами 10 артефактов снежинка. Отлично. Но с весом у нас все в порядке. Так как у нас на поясе есть такой прекраснейший артефакт. Как злата рыбка, которая прибавляет плюс 30 килограммов к нашему основному весу. Также, друзья, я хотел рассказать, что на канале не уходили видосы. Две недели. Целых две недели. Причина того, что начался учебный год. Начались у меня тренировки. Пока был завал. Немного разбирался со своими делами. И вот, наконец-то разобрался. И все пока нормально. Еще небольшая такая история. У нас, короче, все сталкеры вольные нам зеленые. Ну, вы понимаете, потому что мы поймали сороку. Естественно, они нам будут зеленые. Но еще и к тому же... Кто у нас тут нас палит? А, это зомби. К тому же и бандиты нам всем дружелюбны. То есть, достаточно странно, да? И бандиты... То есть, мы и в хороших отношениях, и с бандитами, и со сталкером. То есть, я когда вижу постоянно эти подлагивания... Вот в обычном Зооприпяти у меня такого нет. Хотя здесь же вроде бы и графика стандартная. Все стандартно. Наверное, из-за того, что здесь много всяких плюшек разных. Ну да ладно. О чем я говорил? А, о том, что я когда вижу бандитов, они мне зеленые. И вижу сталкеров. Они мне тоже зеленые. Мы, кстати, нашли СГМ-тайник. Но тут ничего интересного. А с нами пусть лежит. И я не знаю, когда в перестрелку вступаю. С кем вообще воевать и... Так, ну тут, друзья, нам понадобится помощь вот этой прекраснейшей винтовки. Отлично. Так, сборщики артефактов. Заберите вторую половину артефактов погибшего долговца и отнесите к Герману. Ну вот, мы приблизились. Прямо остановились сейчас на том самом месте, на котором мы остановились в прошлой шестнадцатой серии нашего с вами прохождения. Берем артефакт. Ой, берем вот эти вот патроны, так как они нам пригодятся. Ну, у нас их очень, как вы видите, много. 1672. Отлично. Интересно, почему они труп не обшмонали. Так, тут у нас еще есть кое-что. Да, у нас уже 2000 патронов. 2000. Ничего. Я не знаю, зачем я тогда улучшал волнорез. Точнее, винторез наш. Я его полностью, опять же, улучшил. Но я им практически не пользуюсь. Так, забираем все артефакты. Здесь у нас 11 колобков. Взяли. И можно по спокойной совестью отправляться дальше. Давайте сберем патроны. Не могу смотреть, пока они здесь лежат без дела. Вот. Ну что ж, тогда давайте отправимся к ученым и встретимся на месте. Да, давненько я не снимал роликов уже, так сказать. И разучился, может, немного. Не знаю. Небольшое волнение сейчас ощущаю. Не знаю, с чем это связано. Раньше, когда записывал, такого не было. Но сегодня, знаете, с утра встал. Выдался свободный денек. Немного себя плохо чувствую. Решил не идти на учебу и записать для вас ролик. Так что сейчас состояние у меня не очень. Но именно вот, что мне захотелось записать ролик, давно не записывал. И как раз заодно и в сгейме, в процессе прохождение, я здесь дошел до необходимого для вас места, чтобы вам было интересно смотреть. Но как обычно, под лагерью меня вот здесь вот есть еще одна интересная заданица. Так. Относим. Что нам нужно Герману? Так, привет. Здравствуйте. Всегда рад видеть нового человека в нашем городе. Я по поручению Шульги. Отдали ему артефакты. Кстати, нам оставили немного. Я принес артефакты по поставке от долга. Просто отлично, друг мой. А, подходите. Что у вас? Можете доложить полковнику, что все необходимое у нас пока в наличии. Ну, больше не имею вас задерживать. Всего доброго. Так. Должить Шульги о произошедшем инциденте с наемников. По поводу материалов. Я, кстати говоря, вот тут в задании по поводу материалов ничего вообще не отображается. Сколько мы собрали, сколько нам осталось. Вот я точно помню, что 10 стоп-снорков я отдавал. По-моему, щупальца кровососов я также отдавал. Глаз-псевый гигант. Вот руку контролера и руки бюрера точно я не отдавал. Ну, то есть, 100% этим я не занимался. У нас вот остались артефакты, такие как батарейка и хлопок. Интересные артефакты. Но у нас вроде бы все с артефактами, которые у нас на поясе. Очень даже неплохо. Вот продать бы. Ты, я думаю, возьмешь артефакты. Да. Так что забираем. Какой цене бы ты их не брал. Мне вообще все равно. Деньги у меня всегда есть и будут. Конечно, рациональнее было бы взять вот этот костюм. Вы вот понимаете, что он даже в стоке. Стоковый костюм, он лучше, чем наш это... Сева. Но я пока побегу с севой. У меня вроде... Так, туда я все это отправляю. У меня вроде бы пока нету недостатка. Да и потребности какой-то в лучшем комьюнезоне. Поэтому пока будем так обходиться. Артефакты можно, пожалуйста, на пояс. Так, и последний артефакт. Вот так вот. Отлично. Сейчас у нас радиационное заражение спадет. Ну что же, побежали на Янов. Доложим Шульге. Посмотрим, что он нам скажет. Возможно, сюжетная цепочка на этом не остановится. В принципе, я так и думаю. Думаю, сейчас будут еще какие-то задания. Надеюсь, интересные. На самом деле, вот эта модификация особо не отличается ничем от девальсом гибридом. Я когда скачил, думал, что все-таки в сюжетном плане будет чем-то отличаться. Какие-то мелочи. Но нет. Нет, слушайте, все то же самое. Нас тут в радио играет. Сейчас мы его попросим выключить. Спасибо. Ваши опасения частично подтвердились, товарищ подполковник. Что, неужели все найденные артефакты украдены? Нет, я доставил все, как полагалось. Герман остался доволен. Но один из ваших сборщиков мертв. Его уложили наемники. Притом, не взяли ценный хабар. Я позвал всего на минуту. У парня не было шансов. Твою мать, это слишком неприятный поворот. Но зачем синим понадобилось убивать наших? Вроде как у нас с ними мир. Притом, убили, как я понял, намеренно. Но грабить его не стали. Вдвойне странно. Пока у меня нет версии. Думаю, вам придется в этом разобраться. Разберемся. И при чем с твоей помощью? Кстати, вот тебе за труды. И еще загляни к капитану Звягинцеву, нашему снабженцу. У него было к тебе дело. К Звягинцеву? Ну, у меня нет вроде и с ним дел. Он все объяснит, поторопись. Отлично. Ну, и как говорил, сейчас мы отправимся к этому Звягинцеву. Где у нас тут находится этот Звягинцев-то? Наши снабженецы. Интересно. Не понял. Не понял. А может быть он вот здесь? Потому что, как вы знаете, здесь у нас находится небольшой такой склад. Он, по-моему, как раз Долговский. Возможно, там мы и обнаружим, этот капитан Звягинцев. Что мы получили за тактику, какого у нас вооружения? Да, нам это особо. Никаким боком. Так. Что же, тогда давайте сбегаем, поищем. Так, Долговский и Свободовский все продолжают обсуждать свои отношения. Кто лучше, кто хуже. Давайте заниматься своими делами. Надеюсь, что это где-то здесь. Действительно, зачем наемники стали... Какая-то дикая подгрузка. Здесь-то что прогружать? Действительно, наемники то, что нападают на... Долгов все достаточно странно. Зачем им это нужно? Так, интересно. Здесь у нас все закрыто. И ничего нету. Да. Там творится нечто невообразимое. Где бы нам найти этого снабженца? Звягинцев, Звягинцев. Да, друзья, я, кажется, вспомнил, где находится у нас этот... Звягинцев. Достаточно сложно они это сделали. То есть, хотя бы дали какую-то наводку, где он садит там в башню напротив, там в башню у Зулуса, что-нибудь подобное. Вот он, по-моему, здесь у нас находится. Я просто уже проходил это задание, но уже очень смутно помню все, как здесь было. Вот, по-моему, этот Звягинцев. Да, это он. Он является насторговцем. В то же время относится к группировке Долг. Такой вот персонаж у нас. Здесь, ну, как обычно, Зулус. Вот. Со своей водкой. Ладно, давайте с ним поговорим. Шульга сказал, чтобы я зашел к тебе. У тебя какое-то дело? Да нет, друг. Теперь у тебя дело. А я должен тебя на него подготовить. И дать краткий инструктаж. Не понял ни хера. Ой-ой-ой. Сейчас поймешь. Забирай. Здесь штатное обмундирование снаряжения. И оружие рядового бойца нашей группировки. Боекомплект выдал двое больше, чем положено. Но и задача у тебя предстоит посерьезнее. Вводная. Нужно выдвинуться в указанную точку, зачистить местность от мутантов и найти пропавшего в районе человека. Задача ясна. Господи, сколько всего нам дали. Нам, по сути, это нахер не нужно. Не, друг, хуешки. Так дела не делаются. Без моего согласия, тем более, в вашей группировке я не состою. Да, друг, я в рассвете вроде как. Считай, что ты временно прикомандирован твоим командованием к нам, к сочувствующим. Странно. Вот ничего не спросили, ничего не сказали, но... А вот и получи твои командировочные. Думаю, они тебя устроят. Да, слушайте, нехилые артефакты. Наверное, одни из лучших в этой игре. Вполне, но все-таки к чему этот цирк? Что ж, ульга не мог напрямую сказать? Значит, не мог. Есть мнение, что на Янове завелся крот. И серьезный, на кого работают, пока не ясно. Но информация сливается, это факт. Поэтому инструктаж ты получал от меня. Наша же контрразведка с Варгом во главе. Пока только руками разводят. И свободуцы на все отпираются. Мол, не при делах они. Это все связано с тем, что произошло с вашим сборщиком артефактов. Возможно. Синие просто так не будут на кого нападать. И не на артефакты они позарились. На такое только бандосы способны. На показательную провокацию попахивает. Вот что. Только кто синих нанял? А какие есть соображения? Фримены обожатся и клянутся, что они при делах. Каменщики с синими дела не водят. Они сами на кого хочешь нападут. Незачем им лавандос на сторону отливать. Грешники. Те хоть и отморожены. Еще похлеще каменщиков. Только вот нахераем. А что в здешних краях завелись? Кающиеся? Не слышал. Вчера вечером у Капачи группу засекли. Откуда пришли не знаем. Что нужно тоже. Мы проследить хотели. Да их рассветовцы спугнули. Больше никакими сведениями не располагаем. Не густо. Ладно. Тебе позже все остальное Варг расскажет. А пока займись мутантами. Думаю, что тоже неспроста они у Цементного появились. Впрочем, вполне вроде видели полтергейстов и зомби. Их здесь никогда не было. Да и в таком количестве. Похоже на волну из Припяти. Кроме того, наш человек, который там пропал, работал в паре с Варгом. Нам очень важно, чтобы ты его нашел. Сам же разведчик пока на другом задании. Так что бери-ка ты, майор. Про инициативу в свои руки и не задерживайся там. Скоро буду. Удачи. Она тебе пригодится. Так. Нам дали нафиг вообще просто ненужный костюм. Рацион. Так, это у нас. О, граната. Вот это, вот это. Просто сейчас это все ему отдадим. Это такая мне тоже не нужен. Я таким, извините, друг, не пользуюсь. Так, давайте посмотрим. Вроде бы патронов у нас достаточно. Это можно использовать. Хорошая вот эта вещь, вот этот пистолет, но... И куда бы все это скинуть? Ладно. Сейчас мы отправимся... Вот эти все вещички. Сейчас мы все это скинем. Наверное, придется еще докупать патронов. Жалко, что в ней всего лишь в этой сайге 10 патронов в обойме. А так винтовка очень-очень неплохая. Артефакты морской еж, наподобие морского ежа, мне бы сейчас, кстати говоря, пригодились. Так, пузырь пригодится. Золотая рыбка. Неплохо. Неплохо. Но на самом деле мне сейчас это все вообще не нужно. Мне и так артефакты вполне нормально. Радиация у нас выводится не так неплохо. Поэтому давайте я сейчас займусь снаряжением и... И куда мы отправимся? Мы вот сюда вот направимся. Долгевские разведчики заметили высокую активность мутантов. Видополтергейст вблизи цементного завода. Уничтожите мутанту. Хорошо. Сейчас мы этим займемся. Уладил я все свои дела. И немного поспал. Теперь у нас раннее-раннее утро. Розовый туман повсюду. Атмосферным. Ничего не скажешь. И мы направляемся на цементный завод. Убрал я вообще все лишнее, как вы можете в моем дворе наблюдать. Ничего практически не наблюдать. Так, это... Не знаю, как объяснить мою путаницу слов, но общий смысл вы наверняка поняли. Бюреры? Это не очень хорошо, вам скажу. Надеюсь, патронов мне на всех хватит. Надеюсь. Так, давайте сохранимся предусмотрительно. Думаю, это будет самое... Самое жестокое задание. Ничего себе. Полтергейсты, оказывается, по лестнице еще и летают. Так, один готов. Полтергейстов, помню. Тогда мы этим занимались с помощью... Нет, зомбированная нам сейчас сообщает. Их силу не в городу. Иди сюда. Наши дела-то плохи, друзья. Очень плохи. Нам нужно куда-нибудь забраться. Например, вот сюда. Поднимайся ты. Поднимайся ты. Ох. Аккуратно. 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 Здесь вообще нет. Еще дергаются. Не попасть. Да, тут этих кровососов. Когда-нибудь умрешь... Что-то я должен в тебя выпустить. Господи. Ладно, давайте подождем. Попробуем. Не очень мы, по-моему, вовремя спустились. Вообще не вовремя. Как граната, которая напала на подлый. Господи, ну что это? Вы посмотрите на этот экшен. Безумоли хвостят. Да отстаньте вы от меня, твари, блядь. И они еще не умирают. Один умер всего лишь. Один. Весь комбинезон просто. О, Господи. Бедный костюмчик. Давайте соберем. Да, вот это, друзья, экшен. Вот это я понимаю. Было очень жестко. И очень сложно. Здесь их слишком много. Ну. Хватит. Опять, опять. О, понятно. Да прекратите вы. Да беги ты, тварь. Вообще непонятно, откуда, кто. И умирать они вообще не хотят. Вообще ни в какую. И не падает с них ничего. Вообще отлично. Конец моему комбинезону. Почему у вас с вас щупальца не падают, а? Разе? Господи. Ще, я просто. Иди сюда. Да. Да че ты не умираешь-то? Он не хочет умирать. Вы посмотрите на него. Так, отбейте вторую волну. Да. Тут, конечно, очень сложно. Блин, надо... Где вторая волна-то будет? Вот здесь. Понятно. Давайте сохранимся. Контролер. Это не очень хорошо. Так, плюс восемь. Нормально. В толпу туда просто накидать гранат. Отлично. Просто изумительно. Так, кто здесь? Что теперь? Ага. КПК пропавшего долгу совещу активно. Нужно проверить сигнал. Так, ну, для начала давайте. У отлично рука контролера. Это очень неплохо. Изумительно. Просто изумительно. Собираем все, что здесь есть. Все это мы потом подадим. А гранатка их так неплохо разнесла мне даже. Не пришлось им тратить патроны. Два целых контролера. Руки контролера мне действительно пригодятся. Так, друзья. Давайте. Теперь проверим этот сигнал. Здесь, насколько я помню, мы не сможем забежать. Это сделать можно сверху. А, этот парень. Я понял, кто это. По привычке все еще. Беру патроны для обычного дробовика и забываю, что у нас Сайга переделана уже. Так. Давайте посмотрим. Где у нас этот дробовец? Спустились. Так. Похоже, он у нас еще ниже находится. Здесь, да? Отлично. А вот и он. Парень, что с тобой? Артем, самогон. Стал враг, сук, варк. Что? Ничего не пойму. Повтори. Уходи. Убей. Черт. И аптечки специальной нет. Задание выполнено. Бывай. Да. Не помочь я ему никак не могу. Что с ним случилось? Что с тобой, парень? Что явно с ним нехорошее творится. Так. Здесь мы уже были. Ничего здесь интересного. Найти нельзя. Да, и что теперь нам делать? Да. И помочь никак нельзя. Ну, сейчас вроде бы должна прийти. Ага, вот. Гон. Придите на помощь в указанный район. Разведчиками долга была замечена крупная волна мутантов, идущих со стороны Припяти. Скорее всего, это гон. Группы долговцев и сталкеров и другие кланов собрались в единственной укрепленной точке на пути к станции Янов, чтобы не пропустить прорывы мутантов. Займите оборону вместе со сталкером. Это вот здесь вот понятно. Ну что ж, давайте туда-туда и направимся. Что же нам остается? Давайте поможем сталкерам. Ох, ну это будет очень плотно, я вам скажу. Вот мы приближаемся. Отбейте первую волну мутантов. Ух ты ж с пулеметом-то, а? Какой? У тебя есть еще патроны для этого пулемета? Нету. Умирая, отлично. Третья волна мутантов. Я, друзья, представляю, что это. Это контролеры, с которыми, честно говоря, довольно сложно будет справиться. Давайте сохранимся. Так. И. Буду стрелять в толпу, не ошибаюсь, да? Гранат у нас не осталось практически. Да. Ух, ну вроде бы почти все. Бегают еще кровососы где-то. Это было очень сложно, я вам скажу. Прямо придется. Да, понятно. Я даже не успел его увидеть, он уже высасывает из меня кровь. Ну, естественно. Отлично. Отбейте четвертую волну мутантов. Вы что, обалдели? Ну сколько их еще там будет? Копыта кабана. Еще щупальца кровососа, это хорошо. Да. Понятно. Ну, все до гигантов мы будем мочить. Без записи. Не люблю я записью этим заниматься. Но, похоже. Придется. Не знаю. Друзья, просто вот эти... Ой-ой-ой, понятно, если... Что за бред? Что за бред? Да, я тебе заберусь. Суки. Так, расправились мы. Седа гигантами. Пока мертвеца. Контролер здесь был, еще один. Кто-то вон, по-моему. Так. Еще один. Радиация есть, а что-то с них ничего не падает. Так. Где еще? Я вот здесь видел химера бегала, поэтому я и сюда иду. Ага, вон там еще у нас есть. Сейчас мы тоже займемся. Отлично. Продержитесь до прихода союзников. Вагон. Один из долгихских квадов спешит вам на выручку. Продержитесь до их прихода. Так, понятно. Значит, нам сейчас нужно будет... забраться куда-нибудь и... сидеть спокойно. Вы что, будете бегать со мной по вагонам? Вы что, совсем? Не будете? Слава богу. Так, ну... Вроде бы пока... Я думаю, мы справимся. Давайте сделаем вот так. Кинем туда в кучу гранатку. Вернемся, а то вдруг... Кабаны вообще слишком дикие. Я считаю, они не прям... Они не убиваем. Я в кабанов... Я в кабанов... В кабанов очень уж много... Патронов саживаю. Ну, прям... Очень много. Где у нас долгихский квад, который должен к нам прийти на помощь? Что я пока никого не вижу. Потихоньку расправляемся. Уууу... Нет. Нет, контролер. Не хочу контролера. Не хочу. Спрячь меня, этот экскаватор. Отлично. Слава богу. Получено первенство величайшего сталкера. Блин, еще эти везде. СГМ-кайники получили. Так. Отлично. Кабаны вообще просто... Просто дичайшие. Для них вот этот дробовик... Это просто... Вообще... Так. Хоть не полностью обстреливают целыми обоймами, им все равно будет. Какой-то вообще специально это сделано. Нам дали тайники, кстати говоря. Но никакого долговского клада... Я что-то не вижу. Вообще-то уже близко. Ой, упал. Давайте... Что за медаль у нас? 9000. За 800. Ты убьешься когда-нибудь, нет? Сколько я в тебя должен еще всадить, слышишь ты? Целыми обоймами саживаю. Им вообще все равно. Капец, что это за кабаны такие. Не хочу даже с ними воевать. Может быть, надо спрятаться, не знаю. Отлично. Сберем. Отлично. Здесь у нас какая-то метка вот постоянно стоит. Но где эта метка? Где-то здесь. На этой точке. Вот зомби спокойно убиваются вообще. Как и должен убивать полностью улучшенный дробовик. А кабаны вообще ни в какую. Наконец-то ты еще умер. Ну что, давайте пока добьем всех оставшихся. Доложите капитану, завернемся в об успешном выполнении операции. В смысле? То есть, мне даже никто на помощь не придет? Ладно. Гон мутантов из Припяти остановлен. Станция Янов больше ничего не угрожает. Доложите об этом капитану. Завиагин-Судан. Мы насобирали огромное количество трофеев. Рука контролера. Единственное, что... Нам нужен кого-то химеры. Хотя бы один. Но что-то и здесь я его не вижу. Что ж, мы тем временем возвращаемся. Выполнили мы это. Довольно сложное задание. Это у нас тот самый квад долговцев, что ли? Да, ну вы, ребятки, и даете. Что-то вы, по-моему, слишком долго мне помогали. Я успел там раз сто, наверное, отбиться от них. Жалко, что мы все-таки так и не собирали необходимых нам деталей монстров до... Биорадара, так сказать. Нам нужен уже биорадар. Кабаны эти дикие. Вообще они просто дичайшие. Нам нужна химера. Это химера, колыть химера. Нам прям позарез нужен. Капец, как позарез. Ну, бюреров я, например, знаю, где найти химеру. Не знаю, друзья, если вы знаете, где тут можно найти химеру, прям, чтобы убить ее и добыть у нее. Хотя, можно ведь с гонтой поохотиться, уж в крайнем случае, и добыть этот самый коготь. Интересная. Интересная мысль. Но и сейчас не об этом. Все, мутанты остановлены, станции Янов снова в безопасности. Молодчина, майор. Без твоей помощи мы бы не обошлись. Ото всех кланов тебе огромная благодарность. Как материальная, так и чисто человеческая. Почему помощи не было так долго? Почти все погибли, держась там. Все? Почему почти? Где были ваши хваленые квады истребители мутантов? Успокойся. Я понимаю, ты пока в себя прийти не можешь. Но смерть остальных не твоя, ведь на это зона, и они знали, что, возможно, так будет. Насчет подкреплений. Они подошли только... О, скоро, кстати, выброс, походу, будет. Подошли тогда, как только смогли. Хорошо, мое снаряжение и оружие практически на износе, а боеприпасов год наплакал. Ты можешь мне помочь решить эту проблему? Да, конечно, вот полный комплект уроклассного снаряжения, и сверху еще наличностью. Но это еще не все. Артефакт, еще наличностью. Но это все мы продадим, нам это нафиг не нужно. Вот и, кстати, выброс под конец серии. В чем дело, опять очередные проблемы. В общем, да, помнишь, ты докладывал Шульге о наемниках, совершившем нападение на нашего сборщика? Да, с этого все началось, спасибо, называется. Услужил подполковнику. Теперь ты можешь доложить ему об этом лично. Похоже, ситуация немного прояснилась. Нашему разведчику Варгу удалось узнать кое-что. Но все по порядку. В общем, зайди к Шульге. Он хотел переговорить с тобой. Ну, хорошо. Вот тут он может нам ремкомплекты предложить. Ай, ну ладно. Это мы уже займемся следующей серией. У нас начинается выброс. И в следующей серии мы пойдем дальше. Капитан Звягинцев сообщил о прояснении ситуации с нападением наемников. Подробности узнаете и у подполковника Шульга. Да, насыщенно у нас получилась серия. Много мы воевали с мутантами. И вот эта вот цепочка квестов у подполковника Шульги очень-очень интересна. Вы можете это признать. Ничего себе, как оно стоит там. Ну ладно. Всем, кому понравилась данная серия и возвращение модификации Диверсант Гибрид. Она будет, замечу, проходить именно под эгидой модификации Диверсант Гибрид. Хотя тут у нас немного другая модификация, но суть это не меняет. Ладно, друзья. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну а с вами был, как обычно, Арза. До встречи, сталкеры.